Местоположение научно-исследовательская база Луч-47, меня зовут Юрий Фёдорович Проверяево, время 4 часа по полудню. Итак, мой волнительный эксперимент, если вы его увидите, значит, значит я уже не здесь, а далеко, в тёплых местах, и срал я на вас на всех, либо меня больше нет, и срали вы на меня. Здравствуйте, Роспотребнадзор от Давай Лайма. У нас всё качественное, всё свежее. Где холодильник с мороженым? Вон там находится. Здравствуйте, Давай Лайма, Роспотребнадзор, отдел по борьбе с некачественным мороженым. Это вся продукция? Да, всё качественное. Варфельные стаканчики где? Крупные. Пожалуйста. Выкладывайте. Всего? Нет, ничего. Пожалуйста. Какой из них лучше? Это берут? Вы уверены? Да. Я изымаю продукты. До свидания. А деньги? Какие деньги, девочки? Мы находимся на территории исследовательско-научной засекреченной базы «Луч-47». И сейчас мы будем проводить опыты над предоставленным нам продукцией. После чего я это попробую. Может быть. Ксюшенька. Итак, первый образец. Производитель хладокомбинат номер один. Балтийское. Мороженое, сливочное, ванильное. Образец второй. Лидочка. Производитель Петрохолод. Из натурального молока. Третий образец. Мороженое. Сампо. Ёжик. Из вафельной страны. Первое мороженое шоколадной глазурью называли «Эскимо пай». Пирожок эскимоса. Экземпляр номер три. Четвертый образец. Екатерина. Производитель главхолод. Традиции и качества. Рядом с морковочкой. Пятый экземпляр. Самый дорогой стаганчик. 33 рубля. Производитель чистая линия. И ебанная упаковка. Ну что же. Вот мы отправляемся в увлекательнейшее путешествие по волнам растаившего мороженого. Как вы видите, напряженная борьба уже началась. Мы на стартовой линии в «Ready, Steady, Go». Ну что же, не будем им мешать, но мы отправимся в лабораторию, где проведем более увлекательные исследования над этими замечательными продуктами. Морожка. Скорей! Скорей за мной! Друзья, друзья, вот оно. Вот оно, почему я занимаюсь наукой. Это же невообразимо. Это же понимаете? Это счастье, которое... Оно остается в веках. Вы понимаете, что это... Да! Да! Бой без правил, это рестлинг! Это просто еб... С ты конем, как охуительно интересно! В первом зачете побеждает... Фисташковая. Б***ь. Всем известно, что изобретено уже мороженое со вкусами моркови, гранаты и многих других продуктов. Но я пойду дальше. Для этого мне потребуется... Ну, естественно, мороженое. И самое главное... Силь. Вот она. И, конечно же, огурчики. Но я больше люблю помидорки, поэтому взял ассорти. Вот какие-то я. Портовой журнал. Запись номер 2. 17 мая. Время 16.25. Мой продукт разделен на компоненты, на составляющие. Сейчас я буду их смешивать. Бортовой журнал. Мы переходим к самой волнительной фазе нашего эксперимента. Дегустация на вкус. И причем не на крысах, а сразу... На себе. Экземпляр номер 1. Хладокомбинат номер 1. За вас. Ребята. В образце номер 1. От хладокомбината номер 1. Тавтология, тавтолога. Превалирует больше вкус. Не мороженого, а селедки. Слава богу, без костей. Переходим к второму. Экземпляру. От Петрохолот. Ой, не туда. Здесь же я и мои друзья-рецепторы окнулись в волну ванильного наслаждения. Если вы помните, в первом эксперименте именно мороженое от Петрохолода растаяло быстрее. Что подтверждает, что действительно все продукты там натуральные. Но говно, ребята, неимоверное. Мы приближаемся к экватору нашего эксперимента. Третье. Мороженое. Ёжик из вафельной страны. Так хочется, чтобы это просто проваливалось, а не жевать. Мы переходим к четвертому. Продукция. Глав. Холод. За Петербург. Это мороженое не так сильно растаяло. Поэтому мороженое сделало мне одолжение и провалилось сразу в гортань. Остальные компоненты между собой больше сочетаются, поэтому на вкус это было гораздо приятнее. Мы завершаем наш эксперимент сомнительным победителем из первого эксперимента. Так как я хочу войти в историю, я не могу сделать четкого вывода прямо сейчас, поэтому время покажет. Ждем реакции. Ну что же, по моим вкусовым ощущениям побеждает экземпляр номер два ванильная, но это не объективно, не научно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому мы проведем самый главный третий эксперимент. Мы проверим все пять экземпляров на прочность. Проверили я на прочность каждый раз, если я даю тебе такой шанс. Представим очень обычную бытовую ситуацию. Вы стандартный среднестатистический покупатель, заходите в среднестатистический стандартный магазин, покупаете продукты домой и также решили захватить мороженое себе, подруге, детям, соседям или просто так, чтобы было по приколу. И когда вы пробиваете продукты на кассе, конечно же, в некоторых магазинах за вами поухаживают и аккуратно сложат продукты, но вы же можете в запале, чтобы быстрее освободить кассу, чтобы соседний мужик на вас не боковал, сделать все быстро и по глупости своей неосторожности и невнимательности кинуть мороженое вниз. Соответственно, вы задавите остальными продуктами, соответственно, мороженое будет испытывать на себе силу в несколько же. Вот третий эксперимент тоже подошел к своему логическому завершению. Многое можно сказать, вы все видели своими глазами, но, естественно, побеждает наш драгоценный петрохолод, ванильный, который гораздо больше удержал в себе драгоценной внутренности, ради которой мы покупаем любимое всеми нами мороженое. петрохолод, ванильное, одобрено, давай лайма.